В Москве ветеринары спасли лошадь Афродиту, надорвавшую сухожилие. Об этом говорится в телеграм-канале МЭШ. Данная терапия была создана учеными Казанского федерального университета. Экспериментальную работу проводили ученые Нилгенные клеточные технологии под руководством Альберта Резванова совместно с учеными из Нотенгенского университета. Лошадь принимала участие в первенстве России, во время которого и получила травму. При этом через полтора месяца ей нужно было принять участие в турнире в Европе. У нас было 30% надрыва сухожилия, то есть от всего сухожилия 30% там была дырка. Мы должны были очень срочно восстановиться, чтобы уехать на соревнования. И вот доктор Павлович предложил новую методику, которую он еще не спробовал. И, собственно, у нас не было вариантов. Мы такие, ну, конечно, доктор, спробуйте все, что хотите. Вот, он сделал инъекцию, и через полтора месяца лошадь уже полностью взяла всю работу. Основным преимуществом генной терапии, используемой при этой операции, было применение комбинации проегиогенного фактора роста гена, способствующего росту кровеносных сосудов, а также клеток соединительной ткани организма, которые играют важную роль в развитии кости хряща. С помощью собственных клеток эти клетки были выделены из жировой ткани пациента. То есть это аутологичное применение, когда берем клетки у пациента и ему же обратно их вводим. Так как это собственные клетки, то они не вызывают иммунные реакции, отторжения и очень легко переносятся организму. Стоит отметить, что подобные травмы, как у лошади Афродиты, характерны для многих животных и человека. И результат данной операции имеет значение как для ветеринарии, так и для медицины в целом. У нас именно для каждого вида живых существ разрабатывается видоспецифичный препарат. И это нас отличает в ветеринарной практике от других направлений. Дело в том, что очень часто в ветеринарной практике используют препарат, который разрабатывался для людей, но используют его для животных. Важно отметить, что российско-британское исследование подтвердило, что генная терапия является наиболее эффективным способом лечения травм.